Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Оля Рапунцель довела Диму Дмитренко до нервного припадка. Она изводит его требованием подарков и провоцирует скандалы. В итоге у Димы обострилось старое заболевание, был эпилептический припадок. Возможно, что теперь он не сможет находиться на проекте. Костя Иванов и Саша Гозиас поехали в отпуск во Владивосток. Костя пишет, «Гозиас переполнена счастьем от пребывания в моем родном городе. Столько восторга и радости в ее глазах я не видел еще ни разу. А еще выбирала, Париж или Владивосток». Победители первого сезона «Острова любви» Иван Барзиков и Ирина Пинчук расстались. Барзиков пишет, «Ира сказала, что она во мне неуверенно рассталась со мной и приняла решение ехать на остров на новый сезон. Вот они искренние чувства и любовь». Фанаты стали требовать, чтобы пара отказалась от выигрыша. Ира же утверждает, что Ваня сам сделал все возможное, чтобы она ушла. Марина Мексико злорадствует, что Ваня и Ира расстались. В точности вышло все так, как я и говорила. «Ира сейчас на остров валит. Давайте ставить ставки. С кем из четырех парней на острове Ира побежит за камушки расстегивать ширинку?» Катя Кауфман тоже рассталась с Ильей Ебаровым. Парень плакал весь день, ведь он оказался использованным экспонатом в коллекции Кати. Кауфман тоже собирается на Сейшелы. И в итоге шесть девушек, участниц первого сезона «Острова любви», поедут опять на Сейшелы. А Сейшелы покинули сразу четыре участницы – Яна, Камила и сестры-бледняшки. Новый жених Стас понравился одной из девушек, Ники Шукуровой. Она пишет «Новый жених мне очень симпатичен по всем критериям». Бывшая участница Рита Керн отправилась к косметологу после острова. Чтобы выглядеть еще прекраснее, она сделала коррекцию губ и скул. В соцсетях разгорается скандал. Семья Гобозовых пытается оставить Алиану без московской квартиры, которую девушка выиграла на «Доме-2». Алиана осталась без поддержки, ведь не так давно умерла ее мама. Она находится в тяжелом эмоциональном состоянии, подавлена, хотя старается вернуться к обычной жизни и к работе. И этой ситуацией пытается воспользоваться Ольга Васильевна. Она уговаривает Алиану поменять свою московскую квартиру на однушку в Лермонтове, которая принадлежит старшей сестре Саше. На Устиненко давит и муж, который занял позицию матери. Ольга Васильевна настраивает Сашу против Алианы, устраивает скандалы. Дошло до того, что в съемной московской квартире, где они все вместе живут, нельзя включать телевизор и пользоваться телефоном после девяти вечера. К Алиане не может даже приехать подруга. Ссора набирает обороты. Алиана пишет, «Ольга Васильевна собрала все свои котонки и отбыла якобы домой, повез ее Саша. Но пару минут назад старушка-веселушка вышла в перископ с долбанутой на всю голову Татьяной Владимировной. А после отъезда выяснилось, что она прихватила ноут и документы робки. Ноут она отдала, когда ей начали угрожать полиции. А документы так и не нашлись пока». Ольга Жемчугова опровергает слухи, что возвращается на проект. «До меня дошли эти слухи», – пишет она, – «но это далеко не так. Сейчас я нахожусь в Братске, затем поеду в Москву решать дела с квартирой и с правами. У меня все хорошо, оформляю сына в садик. С Глебом я практически не общаюсь, хотя он мне и пишет слезливые сообщения. Я просила его оставить меня в покое, я даже не скучаю». На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.